Привет, я Антонио, приятно познакомиться. О, привет, взаимно. Эм, все в порядке, давай лучше так, кулачком стукнем. В сегодняшнем видео, господа, мы обсудим 10 современных ошибок, которые допускают мужчины, что делает их полными дураками. Я Антонио Сентена, основатель Real Men Real Style. Тут мы делимся с вами секретами, как сделать из стиля оружие, чтобы вы получали от жизни максимум и добивались ваших целей. Цель этого видео – помочь избежать ошибки, чтобы вы не провалили интервью или были неотразимы во время свидания. Я уверен, многие из вас думают, что этикеты манеры – это нечто супердревнее. Да, я понимаю, я не собираюсь обсуждать с вами такие вещи, как снимать шляпу или открывать двери. Я сосредоточусь на более важном аспекте. На взаимоотношениях людей и как этикет и манеры играют важную роль в этом явлении, так как мы реже взаимодействуем вживую. Сегодня вы знаете, это больше сообщения по почте и меньше живого общения с людьми, клиентами. Не так часто мы ходим на свидания, и нам все реже выпадает шанс сформировать первое впечатление. Поэтому я решил рассмотреть 10 ошибок, которые часто делают мужчины, чтобы вы их не допускали. Современные манерные ошибки – ставить телефон в приоритет перед другими людьми, находясь в их присутствии. И это просто срывает мне крышу. Этот человек сейчас находится специально рядом с вами, и тут вам звонит случайный человек, может продавец, или просто неизвестный номер, и вы прерываете вашу беседу с живым человеком, чтобы отвлечься на непонятный входящий звонок. Поэтому лучший совет в такой ситуации, когда вы встречаетесь с кем-то вживую, это включить беззвучный режим на телефоне. Конечно, если у вас жена вот-вот родит, или что-то случилось в вашей семье, и вы ждете звонка от сестры, с которой вы не говорили несколько лет, да, тогда хорошим тоном будет извиниться, дать понять собеседнику, что вы быстро, ненадолго отлучиться, ответить на звонок, и затем вернуться к живой беседе. И я не говорю, что надо игнорить телефон. Я имею в виду, что необходимо ставить людей рядом на более высокую степень приоритета, чем телефонные звонки. Современные манерные ошибки, говорить что-то онлайн, то, чтобы вы никогда не сказали лично человеку в лицо. Не имеет значения, это пост в Фейсбуке, или сообщение по почте. Убедитесь, что при встрече с человеком, и глядя ему прямо в глаза, вас хватило бы смелости сказать то же самое. Я просто вижу, как люди постят негатив, и я не думаю, что они могли бы сказать это прямо в лоб человеку. Это забавно, в течение последних нескольких лет я наблюдал за соцсетями, и с одной стороны, да, они помогают и связывают людей, но во многих случаях они отчуждают людей друг от друга. Даже если взять последние события, связанные с выборами, люди никак не изменили свое мнение или посмотрели на другую точку зрения. Они просто удалили из друзей друг друга. Так что, когда вы что-либо публикуете в интернете, особенно на тему политики и религии, то смогли бы вы также вовлекаться в дискуссию с живыми людьми? Если да, тогда вперед. Но если нет, то будьте осторожнее, так как то, что написано пером, не вырубишь и топором. Третья современная ошибка в поведении – отсутствие домашней практики хороших манер, а потом думать, что когда где-нибудь потребуется проявить галантность, вы сможете с легкостью блеснуть манерами. Это так не работает. Привычки всегда возьмут верх. Так что, если у вас плохие манеры, например, как в самом начале парень ковыряет в носу, он не всегда даже может и осознает это. У меня есть знакомые, которые так делают, и они даже не знают, что они это делают. И те, кто видят это, сразу понимают, что «эмм, я не буду с ним пожимать руку». Хорошие манеры невозможно включить при помощи выключателя. Да, вы можете стараться тратить много энергии и сил на переосмысление каждого шага. Поэтому выработка привычек в домашних условиях позволяет без напряга проявить их во внешней среде. Четвертая современная ошибка в поведении – опаздывать. Господа, будьте пунктуальными. Во флоте нам всегда говорили быть на 15 минут раньше. И это означало вовремя. Нет ничего плохого прийти на 10-15 минут раньше. Если вы все-таки опаздываете, то будьте учтивы и предупредите человека. Поймите, когда вы опаздываете, вы тратите самое дорогое, что у вас есть. Человек с хорошими манерами скажет «все в порядке» и поставит на этом точку. Но в конце концов, вы создаете репутацию человека, на которого нельзя положиться. Разве вам нужна такая репутация? Поймите, что время человека – это самый ценный актив, который есть. Его нельзя купить, поэтому относитесь к нему уважительно. Современная ошибка в поведении номер пять – не понимать происходящую ситуацию. Как мужчинам, для нас играет большую роль понимание, что происходит вокруг нас. Что мы мониторим происходящее и можем вовремя отреагировать на непредвиденные события. Поймите, что окружающая нас среда имеет непосредственное влияние на нас. Часто мы просто закапываем голову в песок, идем, откнувшись носом в телефон, не обращая внимания на то, что происходит. Допустим, ваш друг застрял и в прямом смысле слова не может пройти, потому что у него в руках слишком много всего. Вам необходимо обладать способностью проявить свои навыки и качества и замечать подходящий момент, когда взаимодействуете с окружающим пространством. Заметить издалека, подскочить и открыть дверь для друга, чтобы он прошел без проблем. Как мужчина, вы должны быть постоянно на чеку. Шестая современная ошибка в поведении – непроявление уважения. Да, я понимаю, вы умная личность, у вас здесь много чего сказать. Вам 22 года, вы только что выпустились из лучшего университета страны, и когда вы попадаете в компанию, то стоит задуматься. Да, возможно, человек, напротив, не имеет такой диплом, как у вас, но, наверное, 10 лет опыта научили его чему-то. Поэтому вам стоит проявлять уважение, потому что, если вы не будете этого делать, то этот человек просто не станет вас слушать. Они будут воспринимать вас, как выскочку. Они будут воспринимать вас, как выскочку, который пришел сюда, чтобы идти по головам. Пусть ваши идеи действительно хороши и даже могут решить проблему. Это не дает вам права на то, чтобы не считаться с мнением окружающих. Я не говорю, что вы должны сидеть в тени или забить на ваши идеи. Или забить на ваши идеи и изменения, которые вы хотите привнести. Просто проявляйте уважение к опыту других людей. Следующая ошибка в поведении, на которую я хочу обратить внимание, это внезапное прерывание. Не будьте тем парнем, который вырывается ни с того ни с сего и вставляет свои пять копеек, не разобравшись в ситуации. Вы не сможете вернуть сказанного. А люди, ну вы понимаете. Если не знаете, в чем суть, не понимаете, какая обстановка, а просто пытаетесь быть таким парнем, который делает вид, что знает все лучше других, постоянно перебиваете, стараетесь всегда сказать последнее слово. Да, возможно, вам удастся навязать свою точку зрения насильственно, но послушают ли вас люди? Вы просто создадите себе репутацию человека, который старается доминировать, но вы утеряете доверие и уважение. Следующая ошибка это перегибать с грязной речью, то есть постоянно использовать в обороте грубые и матерные слова. Когда я вижу людей, которые начинают фразу со слов на букву Х и заканчивают словом на П, то это говорит либо о плохих привычках, или о нехватке образованности. Обычно их запас слов очень мал, они не знают многих слов, и иногда очень сложно понимать таких людей. Есть много людей, которые далеки от такого рода лексикона. Я прочел целое исследование на тему матерных слов. В нем говорится, что использование крепких слов в своей речи позволяет пробуждать в людях сильные эмоции, делает фразу более яркой и восклицательной, может привлечь внимание, особенно если редко используется. Но если вы используете такие слова очень часто, там в каждом предложении, в таком случае вы перегибаете, и для многих людей вы станете неинтересным. Они от вас отвернутся, или сделают определенные выводы о вас, в не самом лучшем свете. Следующая ошибка в победении, это отсутствие терпения. Я заметил такую особенность у целеустремленных людей. Они делают невероятные вещи, и не могут понять, почему люди не стремятся к своим желаниям. Эй, если я заболею, я все равно пойду на работу. Я работаю по 14 часов в день, и если я послал тебе в 9 вечера письмо, то я жду ответа через 30 минут. Потому что я знаю, что оно пришло на твой личный почтовый адрес. Поймите, что не все живут исключительно работой. У многих еще есть и другая жизнь. Просто они обладают терпением и эмпатией. Поставьте себя на место других людей. Жизнь проходит, смерть наступает, многое чего происходит. И если вы нетерпеливы, я не говорю, что это отговорка для всего. Просто попробуйте, поставьте себя на место других людей. Если это может подождать сутки, могу ли я подождать, разобраться, какая была ситуация. Господа, будьте более терпеливыми. Еще одна ошибка, которую я постоянно замечаю снова и снова, это мужчины не представляют людей друг другу. Даже если это не ваша вечеринка, чтобы вы знакомили всех друг с другом, или что вам надо из кожи вон лезть, чтобы познакомиться с людьми. Но если вы только что разговаривали с одним джентльменом, и рядом с вами оказался ваш друг, и вы понимаете, что они не знакомы, вы можете их познакомить и представить друг другу. Просто назвать по именам. Это ключ. Так что вам потребуется помнить имена людей. Если у вас с этим проблемы, то просто используйте ассоциации. Но представляя людей друг другу, вы показываете ваши манеры. Последняя ошибка, бонусная, которой хочется с вами поделиться, это отсутствие попыток. Я знаю людей, которые говорят, «Эх, меня этому не учили, так что не думаю, что это важно». Что ж, разрешите дать вам несколько базовых правил. Разница между манерами и этикетом, если вам вдруг интересно. Манеры – это то, как люди чувствуют себя рядом с вами. Этикет – это просто правило общества, в котором вы оказываетесь. Так что это, в принципе, и не так страшно, если вы допускаете ошибки этикета. Они случаются, им можно поучиться, чтобы показать окружающим, что вы поработали над этим. Но манеры – это больше о том, чтобы дать почувствовать человеку уважение, придать чувство важности. И это работает вне зависимости от культуры, в которой вы находитесь. Я был во многих странах. И могу сказать, что все манеры, которые я видел у людей, они были связаны с проявлением уважения. Даже если я не говорю на одном языке с людьми, просто уделяя им внимание и проявляя уважение, я мог не иметь ни малейшего понятия, что это за человек передо мной. Но мне было приятно находиться в его компании. И это то, что я хочу до вас донести, друзья. На этом все, ребята. Пишите в комментариях, что бы вы еще добавили. Я уверен, что на тему этикета и манер можно еще много чего добавить. Если вы хотите больше таких видео, пишите об этом. Друзья, до встречи в следующем видео. Берегите себя.